Добрый день дорогие друзья! 8 июля сегодня на календаре, второй спецучасток гонки. Мы на Биваке в Улан-Удэ, это столица Бурятии, но, как вы видите, неизменный спутник Биваков, ралли «Шелковый путь», да вообще ралли-рейдовых Биваков, это аэродромы и вот эти вот старые самолеты, которые на них стоят, не могли пройти мимо вот этой вот реликвии, которая, скорее всего, еще летает. Но мы не на нем прилетели. Гонку обслуживает самолет компании «Газпром». Мы прилетели по воздуху, а участники гонки начинают прибывать уже по суху. И первые квадроциклисты заезжают на Бивак. Воспользовавшись моментом, пока сюда не доехали участники грузовой категории, сделаем небольшой обзор Бивака «Ралли «Шелковый путь». Ну, коли уж мы начали с авиации, вот перед нами вертолетная площадка ралли. Здесь же будут стоять самолеты-ретрансляторы вечером. Насколько мне известно, 8 воздушных судов обслуживают гонку. Это вертолеты, вертолеты медиков, в том числе вертолеты телевизионной службы. Самолеты-ретрансляторы, они летают просто какое-то время на каких-то специальных точках, чтобы ретранслировать сигнал частоты, которыми пользуются судьи, логистика гонки. И вечером эта площадка будет заполнена. Пройдем дальше. Служба логистики, повторюсь, имеет огромное значение в проведении гонки, потому что, как вы понимаете, за две недели огромное количество людей, техники перемещаются на большое расстояние. И вот обеспечить безупречное, слаженное действие этого механизма задача служб логистики. Но дальше, если уж по этому конкретному биваку, мы видим столовую, трехразовое питание в ней организовано, начиная с завтрака, обеда и заканчивая плотным ужином. И, как всегда, ралли «Шелковый путь» всегда славился своим именно кейтерингом, очень хорошим меню. И в этот раз нам вот эти первые два дня показали, что, в общем-то, слава усвоения намерены поддерживать дальше. Питание очень хорошее. Ну, там попался, я хотел сказать, родоначальник российских ралли-рейдов, Азат Абусев, но его имя связано с безупречным размещением участников, проживанием, аккомодейшн, короче. Что такое аккомодейшн, Азат? Ну, аккомодейшн в переводе дословно – это размещение. Соответственно, у нас служба размещения. По названию можно понять, что наша команда занимается размещением участников, организаторов, авиации, ну, в общем, всей нашей большой и дружной команды на старте, ежедневно, во время гонки, ну и, соответственно, на финише. Азат считает, что его служба самая главная на гонке, поэтому поставил свою палатку номер 8, первый. Да, конечно. Ну, я скажу, если провести статистику, в какой палатке чаще всего подходят, мы будем первыми, потому что, как говорится, гонка-гонка, но все должны знать, где они сегодня свои уставшие, как говорится, тела положат вечером. Соответственно, всем очень интересно посмотреть. Мы ежедневно размешиваем 200 людей, они каждый день разные, в зависимости от города, потому что где-то, скажем, 1-2 гостиницы, где-то до 10 гостиниц, информация каждый день меняется, отправление автобусов тоже корректируется, соответственно, мы очень популярны среди гостей. Чтобы не разочаровывать все-таки наших зрителей, болельщиков, скажем, что начиная после Улан-Батора, размещение уже становится таким более диким, и большинство участников гонки перейдут на палаточное размещение. Так ли? Да, мы, конечно, готовим сюрприз для наших и участников-организаторов. У нас будет два монгольских города, где размещение будет представлено в юртах и военных, ну, как, военный палаточный городок. Ну, во-первых, это и интересно, участники сами об этом просили, но, во-вторых, там просто нет номерного фонда, так что каждый раз в гонке у нас всегда есть один городок, который немножко переносит нас всех в полевые условия. Это же хорошо. Согласен, конечно. Гонка – это, в первую очередь, бивак. Здесь кипит вся жизнь, и хоть раз нужно переночевать каждому ее участнику здесь на биваке. Хорошо, что отошел назад, потому что я хотел сказать, что палаткой, куда большинство народу подходит в течение гонки, является пресс-центр. Вот, он уже начал насыщаться людьми, к вечеру здесь вообще будет не протолкнуться. Ну, как происходит работа? Журналисты, привлеченные на гонку, они ездят вдоль маршрута или по маршруту, в зависимости от категории автомобиля. Если он каркашный, то они могут попадать на маршрут. Они ездят по маршруту, приезжают вечером и обрабатывают свои материалы, и выпускают это в эфир. И, конечно же, без их участия в гонке, ну, мало кто знал бы об этом соревновании, и, в принципе, ну, наверное, гонка, ралли-марафон оставался бы интересен только его участникам. Но благодаря журналистам мы имеем телевизионную картинку, мы имеем фоторепортажи, мы имеем тексты и имеем огромную армию болельщиков, благодаря работе этих людей. Но недалеко от журналистов, под номером один, эти competitors department, это люди, которые всегда готовы ответить на вопросы, собственно, участников гонки, спортсменов, участников команд. У них тоже очень много работы, вот, но пока небольшое затишье, пока спортсмены на маршруте, эти люди могут немножко передохнуть. А вот сейчас вот тихо за каулками с нашим оператором Костей Крыловым пройдем. Ну, так незаметно, за маскировочной сеточкой стоит такой грузовичок черный, но его всегда выдает для знающего человека вот эта вот длинная антенна, это штаб гонки. Это, в принципе, мозг гонки, здесь происходит отслеживание экипажей, здесь получаются сигналы о бедствии, если что-то происходит об инцидентах, вся информация стекается сюда. И отсюда вот манипулируют штаб гонки действиями и вертолетов, и своих служб для того, чтобы в случае необходимости прийти на помощь, либо еще что-то организовать по ходу гонки. Вот этот черный грузовичок, их двое, они чередуясь, меняясь, обгоняя друг друга, попадают на биваки и беспрерывно практически обеспечивают работу штаба гонки. За ним телевизионная служба гонки, практически целиком это российский продакшн в этом году, но качество их работы вы можете оценить, в том числе по телевизионной картинке, которую вы можете смотреть на российских телеканалах Матч ТВ России 24 НТВ. Вот, ну, собственно, вот эти службы, о которых мы рассказали, это главные службы гонки, и без них проведение ралли-марафона невозможно. Ну, еще один такой блок гонки, здесь находятся туалеты и душ, и умывальники. Ну, сами понимаете, в условиях пустыни, грязи, это совершенно необходимые атрибуты гонки. Вот, неподалеку от них расположились в этот раз медики, тоже представлены и французскими, и российскими специалистами. Мы очень рады, что у них нет работы, надеемся, что не будет работы до окончания гонки. Ну, самое сложное на сегодняшний день, наверное, это была первая часть, связанная с тем, что джипы из самых слабой категории запустили в конце, и маленький интервал, всего 15 минут, мы начали их догонять очень быстро. Из-за того, что густая растительность, очень плотный лес, тайга, обогнать машины очень тяжело, дороги сильно разбиты, сегодня, слава богу, хотя бы поменьше было грязи, она была только в первой части трассы, там, примерно до 70-го километра. Вот, с этим была опасность тоже пробить колеса, что, к сожалению, в итоге у нас случилось сегодня, мы потеряли время. Сегодня день – это часть повторения вчерашнего дня, в основном это таежные узкие дороги. Одна из проблем – узкие дороги, закрыты, слепые повороты, абсолютно не видно, и где сухая часть стояла сильная пыль, то есть если кого-то догоняешь, просто не видно, стоит тена пыли. И одна еще есть проблема – это не всегда прописанные ямы очень большие, потому что, видимо, с гор стекают ручьи, реки остаются в дороге, все это размывается. Еще караван ралли прошел перед нами, и все это размылось, там где-то каша просто получилась, где-то просто ямы разбитые дороги. А вторая половина уже немного побыстрее, когда спустились с гор, тут уже есть возможность и обогнать, и объехать, кого догоняешь, и видимость уже немножко дальше. Сегодня трудности с навигацией сложно было испытать, потому что такой достаточно трамвайный спецучасток, скорее сложности были, наверное, по пилотированию и по чувству, как жалко машин. Потому что первая половина, ну даже не половина, 140 километров первые, они по такому туннелю практически в лесу, и ветки по зеркалам, по бортам бьют, сучат в стекло, жалко, наклейки спонсорские, жалко. У автомобиля всего лишь второй выезд, первый был в апреле в Марокко, мы съездили в Африку, покатались там на нем, нам удалось выиграть там большую крупную гонку, хотя немало замечаний мы оттуда привезли, кое-что мы устранили и сейчас испытываем, но после сегодняшнего спецучастка пока нареканий к автомобилю нет. Это новый автомобиль, он оборудован тем же двигателем Катерпиллер, коробкой автомат Алисон, это наша первая машина на автомате, ну, а остальное здесь внешний вид, ну, вы уже видели, поэтому мы сами еще с ним знакомимся, и особо-то рассказать нечего, но вот эта гонка, которая заведет нас сейчас в реальную пустыню, ну, покажет, на что способен пока этот автомобиль. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок